Я вообще не понимаю, как СМИ может быть зависимым. Для меня это какая-то странность. То есть зависимость СМИ называется пропагандой. Мы не пропаганда. Пока работаем. Жить с президентом Владимиром Путиным, это все равно, что жить в подножье вулкана. И 24 февраля вулкан начал извергаться. Я счастливый человек, потому что я занимаюсь социально значимой функцией. Я журналист. Я представитель древнейшей профессии. И я точно знаю, что журналист должен делать в такое время. Журналист должен писать. Буду писать, пока у меня не кончится бумага или пока не кончится моя жизнь. Мы приняли для себя решение, что мы временно приостанавливаем работу телеканала. Для меня мало чего изменилось, например, потому что я живу в России. Здесь уже убивают людей в тюрьмах, здесь насилуют людей и пытают в тюрьмах. Здесь политические оппоненты Кремля погибают, их убивают. В общем, журналистов сажают. Много чего происходит. Не бойся! Не бойся! НЕ ТАЙТЕ! НЕ ТАЙТЕ! НЕ ТАЙТЕ! У меня только штуры пастели из Диани Дефорта. Законы держали больше трех часов. Я ничего не нарушал. Я, собственно, даже митинга не видел. Единственное, что могу сказать, что здесь уже 30 человек, в основном девушки, которых сдержали после меня. Мы пойдем в суд и будем дальше отставить наши права, хотя у меня лично все меньше и меньше веры в то, что в России это возможно. Всем спасибо! Всех люблю! Читайте Молоко Плюс! Мне кажется, что, наверное, самое неприятное, что надо понять, да, что мы слишком много жили для себя. Последние 8 лет очень много людей в России жили для себя. и спасали собственную шкуру вместо того, что спасали собственную душу. Я просто не так давно имел разговор, где мне на полном серьезе знакомый объяснял, что он уезжает из-за того, что Старбак скрывается. Что вот в России с каждым днем становится все меньше ничего интересного и приятного, все меньше и меньше развлечений. Я думаю, блин, чел, типа, тут как бы в мире очень много проблемочек. И мне кажется, что после 24 февраля 2022 года думать о развлечениях и вообще лично комфортнее как-то очень неправильно. А сколько у вас человек? У нас полетил 6 человек. Было больше. Очень много людей, которые не понимают, что они делают. И очень много людей с разным уровнем вовлеченности. И в итоге мы вот так вот отлучшились до 6. И оказалось, что иногда много людей это хуже, чем мало. Потому что когда у вас 20 человек и делается что-то шестью, вас сильно фрустрирует. Когда вот 6 человек и делается все шестью, вы понимаете, что вы работаете на полную силу. ВООДЫ ЗВУЧИТ У нас общий лейтмотив всего молока – это то, что это альманах, изучающий насилие в его разных формах и связанные с ним вещи. И мы склонны в выборе тем остановиться на тех, которые находятся в таком параличном состоянии по отношению к провокации, ну, медиапровокации, если так можно сказать, потому что в информационном поле, что революция, что наркотики, что терроризм – это достаточно одновременно обсуждаемые и табуированные вещи. И очень разные люди мне говорили, что мир катится в ад. То есть мне это говорил спецназовец Боснингерсаговины, датский студент, немецкий предприниматель, шведский фермер. Ну, то есть очень разные люди разного возраста, разного происхождения, разного достатка. И когда я вернулся в Россию, я понял, что вот в российской повестке мне очень скучно, потому что буквально вся российская политика и политическая журналистика того времени – это тексты о том, что, чтобы плохого в России не случилось, виноват лично Владимир Владимирович Путин. Мне показалось, что это какое-то очень безответственное упрощение. И мне казалось, что я абсолютно одинок в этой оценке событий. Мне казалось, что я схожу с ума, я даже подумал наложить на себя руки. А потом я решил сделать «Молоко плюс». Когда говорят, что там Путин, я сейчас цитирую, напал на Украину, такое ощущение, что все это время люди нифига не делали и просто позволили этому случиться. То есть, когда мы говорим, что все решает один человек, мы снимаем в себя ответственность. И я не говорю про чувство вины, я говорю именно про ответственность. Потому что, ну, типа, что мы сделали, чтобы это не случилось, если мы так против этого? Что мы конкретно сделали? Что мы могли сделать? Легко ли вообще? Ну, это очень легкая, мне кажется, и приятная идея думать о том, что виноват всегда кто-то один, и этот кто-то не ты. Это очень успокаивает, но при этом это вызывает какую-то заученную беспомощность у людей. Сегодня в Нижнем Новгороде должна была состояться презентация «Альманаха Молоко плюс». Мероприятие было анонсировано в интернете, то есть производилось в открытой форме. В середине выступления на словах Павла Никулина о том, что вот в Питере к нам приходили сотрудники, в подсобку, где происходило мероприятие, зашли сотрудники полиции, как в форме, так и без, в большом количестве, и без предъявления документов начали говорить о том, что, значит, сейчас мы тут будем производить осмотр места происшествия. Бутылку воды хотела бы, потому что, ребята, пить и хотела бы. Да, изнеси ты через дверь, ничего. Правда, через дверь. Крешно. Ребята, пить есть, есть, есть. Я верю с вами вору. Спасибо. Спасибо. А тебя выпустили уже, да? Да. А что сказали вообще? Катя. Ну что, отпустили просто. Скоро сказали, все, до свидания. Да, проверили личность. Все. Продолжение следует. Продолжение следует... Мы берем интервью не потому, что мы там любим или не любим человека, мы просто посчитали важным, раз у нас в номере есть очень много про территориальные конфликты, про сепаратизм, про вот эти все штуки, надо с ним поговорить. Тем более, что как раз вот мы только-только сделали интервью, его признали виновным в катастрофе Боинга. Он, конечно, отвечает нам на вопрос, кто по его мнению избил Боинга. Точнее, кто его не сбивал точно, по его мнению. Прямой ответ нам не дал. Имеет смысл сейчас продолжать заниматься журналистикой вообще? Мне не стоит вопрос так. Это же призвание, долг. Это как сказать, имеет сейчас смысл медициной заниматься? Всегда имеет смысл. Умеет сейчас смысл в церковь ходить? Ну, кто верит, да, имеет смысл. Надо к этому относиться как к подвижничеству. Я вижу свой долг, не знаю, вот как вот православные монахи сидели, писали у себя в кельнех. И я вижу свой долг сидеть и писать. Да, окей, закон о фейках не позволяет нам называть вещи своими винами, скажем так. Если я в контексте каких-то определенных событий произнесу слово «война», будет звучать так, что я себе наговариваю на статью, и этого не хочется делать. Это действительно очень сильно фрустрирует меня как человека, который, собственно, получает деньги именно за то, чтобы называть вещи своими винами. Сейчас мы пишем регулярные сводки о том, что еще в России закрылось, какие еще санкции на нас наложили и что нас все ждет. И, собственно, глядя на то, что происходит со страной, со своей экономикой, я понимаю, что, скорее всего, как мне кажется, будет безработица. Может быть, я не прав, я не экономист, я не специалист в области финансов. У меня есть просто, типа, какое-то чутье, и я бы хотел ошибиться, да. Мне кажется, что нас ждет безработица. Безработица означает повышение смертности. И это значит, что наша страна ждет очень тяжелая година. И мне кажется, я не буду иметь права говорить о том, какой должна быть российская журналистика, какой должна быть русская культура, какой должна быть российская политика. И вообще, как я не буду иметь права определять судьбу России, если я сейчас свалю. Я прекрасно понимаю, что в нынешних реалиях я не совсем определяю судьбу своей страны. Да, у меня очень мало инструментов. Я не верю в какие-то общественные институты, но мне кажется, что просто сейчас уйти, это, ну, типа дезертировать. Что изменилось после войны, и как она вас изменила? Лично меня эти события очень сильно меняли. Я перестал строить далеко идущие планы. Начал чаще убираться в комнате. Начал носить православный крестик и учил молитву «Отче наш». И стал добрее относиться к людям. Продолжение следует...